Псориаз. Сегодня видео для тех, кто страдает этим заболеванием. Объяснять анатомию всё не буду. Мы говорим о заболевании, о самом важном, потому что даже эту тему видео я делала, если честно, или две, или три недели, хотя я очень хорошо знаю это заболевание, потому что у меня мама болела ним, у меня многие знакомые болеют этим заболеванием. И это видео будет содержать то, что я посчитала самым важным, то, что вам нужно сказать, чтобы вы смогли бороться с этим заболеванием, побеждать в этой схватке и научиться правильно жить с этим заболеванием. Сразу хочу сказать, пусть вам не вешают лапшу на уши. Если у вас началось это заболевание, простым языком, то избавиться полностью от него, ну, только там пару случаев, пару случаев, сотни, может быть, да, они от него избавятся. До конца вылечиться? Нет. Улучшить состояние, чтобы не проявлялись вот эти эпизодические обсыпания, да, тоже возможно, но до конца вылечить нет. Значит, видео это для тех, кто сам болеет, у кого в семье болеют близкие и родные. Значит, псориазм – это хроническое, не инфекционное, а аутоиммунное заболевание. Дерматоз – заболевание кожи. Причин заболевания до сих пор не выявлено. Разные ученые спорят, ведут споры, ведут доказательства, но нету причины. Моё мнение в том, что это заболевание связано с нервной системой, с иммунной системой. Это заболевание связано с эндокринной системой. Вот это именно моё мнение. Выдвигаются версии ещё заболевания связано с органами желудочно-кишечного тракта, что-то там с проблемами, с какими-то патологиями. Но моё мнение – вот то, что я сказала выше. Значит, как оно начинается? Чаще всего после перенесённого стресса. И чаще всего у людей в возрасте 18-25 лет, после 50 лет. Значит, что поражает псориаз? Это кожа, это ногти, это суставы. Чаще на тех участках начинается, где кожа сухая, где кожа тонкая, подвергается каким-то воздействиям, растрескиванию. Вот на этих местах чаще и появляется. У людей, как обычно, оно проявляется. Начинается на парных органах. Например, вот здесь, может быть, на локтях, на коленках. То есть на парных органах симметрично. Пятнышком, может быть, маленьким пятнышком с неприятным зудом. Так начинается оно. На земле вообще страдают этим заболеванием 5% жителей земли. У некоторых народностей, таких как африканцы и монголы, очень редко это заболевание. Есть, но очень редко. Значит, высыпания. Высыпания могут быть везде. И от локализации очагов высыпания зависит форма. Что это за сыпь? Это сыпь такая, как возвышается над кожей. Вот если посмотреть вот так, вот кожа, она будет место припухшее, чуть-чуть отекшее. Возвышаются четкие границы этого заболевания. Розово-красно-белые пятна. Тоже зависит от степени, от формы. И на этих очагах, как я сказала, может быть отечность. Очаги могут сливаться. Они такие, как озерца, могут сливаться в большие, так сказать, образные озера. Могут быть папулы. Такие вот, как пырышки, типа пятна. Шелушится. Отшелушивается серебристо-белая. Такие, как чешуйки. Он может трещины давать, может кровоточить. Может то зуд, то болит, то печёт. И стягивает кожу очень часто. В общем, очень-очень неприятный процесс. Различают очень много, я уже сказала, видов, форм, классификаций. Непустулёзные, пустулёзные. Есть даже лекарственно индуцированный псориаз. Это редкое, но такое заболевание существует. Провоцирует курение, алкоголь, лишний вес, инфекции, травмы, лекарства. Острая, резкая отмена глюкокортикоидов. Это гормональных препаратов. Почему я говорю, когда отменяете, когда принимаете что-то, обязательно общайтесь с вашими врачами. Вот эта вот форма очень часто на ладошках и на подошвах. Очень тяжёлая форма. Иногда эта форма поражает подмышками область и пах. Значит, существует шкала оценки тяжести заболевания. И уже из-за неё идёт и назначение лечения. То есть тут, конечно, лучше без врача самому не мучиться. Хуже вы не сделаете. Но и при тяжёлых формах псориаза вы сами не справитесь. Вы его не победите и будете ещё больше страдать. Значит, диагностика. Диагностика несложная. Любой медработник, даже обычная медсестра, иногда даже санитарка, которая работает в медицине, где-то в отделении, в каком-то, в кожном отделении, легко по виду может поставить диагноз, что это псориаз. Но по диагностике это сдаются анализы крови, ревматоидный фактор, биопсию кожи берут, чтобы исключить другие похожие заболевания, потому что доля похожести есть в этом. И вот, когда точно установят форму, лучше подберёт врач вам диагностику, лечение. Значит, что провоцирует высыпание, уже если вы заболели? Я уже сказала, алкоголь, курение, лишний вес, неправильное, можно сказать, грязное питание, когда вы кушаете копчёности, солёности, жирное, жареное, то есть неправильное питание. Бытовая химия, средства по уходу за телом, за домом, если вы работаете на вредном производстве, где вы сталкиваетесь с химией. Также стрессы провоцируют снижение иммунитета, изменение климата. Лекарства, антидепрессанты, антималярийные препараты, бета-блокаторы, противосудорожные препараты, это когда люди при эпилепсии очень часто их применяют, карбонат лития, и усиливается он, хуже себя чувствует человек, который носит синтетику, ненатуральные ткани. Что делать? Как не заболеть? Если у вас есть в наследствии, вот у меня, у меня мама болела псориазом много лет, беречь нервную систему, укреплять свой иммунитет, стараться вести максимально здоровый образ жизни, ухаживать хорошо за кожей, меньше вредных, даже по препаратам, если мы пользуемся кремами, стараться брать более натуральные, или лучше и вообще даже от них отказываться. Я, например, очень редко использую что-то для тела, для лица я вообще не пользуюсь никакими кремами, для рук использую крема, потому что очень часто я очень чистолюбивый человек, постоянно люблю помыть руки, руки досохнут, использую крема. Стараться, чтобы не было обморожений кожи, ожогов кожи, на солнце поменьше бывать. Как лечиться? Очень тяжело лечиться. Нету такой методики, чтобы подошла всем, например, там диабет лечим так и так, например, там щитовидку лечим, при том-то так, при этом так. Тут индивидуально можно подбирать. Одному будет помогать, другому нет. Значит, самый тяжелый фактор даже для меня было составить лечение. Как вам объяснить? Обычно, когда я пишу сценарий для вот таких вот видео, у меня на лечение уходит один листочек. Вот один листочек лечения. Тут у меня целых три листа. Что вам сказать? Что предложить? А предложить мне есть вам что, потому что я вела таких больных и веду до сих пор таких больных. Если у вас есть терпение, если вы дослушаете это видео до конца, а оно будет реально длинным, то вы многое почерпнете из этого видео и поймете, как бороться с этим недугом. Значит, лечиться. Вы собрались лечиться. Вы обязательно будете лечиться, потому что это такое заболевание, которое не даст просто так без лечения жить с ним. Как я уже сказала, индивидуально настроиться, длительно, наблюдение, исключение, метод проб и ошибок. Попробовали одно. Видите, что неделя-две не идет. Отменили, пробуем другое. Люди-хроники, которые годами уже были, они знают обычно, что им подходит. И когда слышат какую-то новинку, ага, вот тот, тот, тот сказал, что оно помогает, а ну попробуем. А, подействовало, пошло. Давай, я буду это применять. Значит, методы лечения тяжелые. В тяжелых формах это гормональные токсические препараты. Они присутствуют, к сожалению, в лечении. Одни хорошо переносят и даже не обращают внимания. На побочные эффекты. Могут даже не столкнуться с побочными эффектами. А некоторые немножко хуже, плохо. Тогда переводятся они на другие лечения. Значит, кто ведет таких больных? Это связь врачей. Хорошо бы иметь дерматолог, иммунолог, терапевт, невропатолог, иногда и психолог. И все вот эти специалисты не абы какие, а хорошие, на которые, на которых, у которых на вас есть время. Значит, процесс лечения длительный. Вы всю жизнь должны будете лечить это заболевание. Много нужно запастись терпением самому пациенту, самому доктору и его приближенным. У меня есть семь человек, которых я вела на протяжении семи-десяти лет. И сейчас у меня два таких пациента. Моя мама входила в эту категорию. Иногда она прислушивалась ко мне, иногда нет. Но когда она меня слушала, это хорошо помогало. Из двух больных, которые я сейчас я веду, это два мужчины. У одного практически ничего. Редко, только-только что-то начинается, он мне звонит. Во-первых, он знает уже сам даже, что делать. Но когда видит, что день, два, три не становится лучше, мы общаемся. Он за границей сейчас, в настоящий момент. И что-то подкорректирую, посоветую, пробует, и эффект очень хороший. Значит, что входит в лечение? Мы говорим о лечении. Лестница терапевтических мероприятий, я бы так сказала. Образ жизни на первом месте. Об этом все будем говорить. Что входит в образ жизни? Свежий воздух, меньше стрессов, хороший сон, отдых, ночной сон, отдых на курортах, санаториях, на морях не меньше двух раз в год. Беречь себя, немножко лелеять себя, тогда будет толк. Отказ от алкогольных напитков, от курения, от курения конкретно. Если немножко там по праздникам вы выпьете что-то алкогольное, то, что вы любите, ничего не произойдет. То есть больше спокойная, размеренная жизнь. Постараться себе ее организовать. Иначе плохо будете себя чувствовать, плохо выглядеть. Дальше работа. Ночную работу постараться исключить. Там, где химические препараты исключить. Контакт с кожей вредных, стройка, цементы, что может быть, женщины, уборки. Постараться поменять эту работу. Отдых обязательно. Беречь себя, отдыхать. Курорты, моря, должно быть, это ваше. Отпуски продумывать, планировать обязательно. Вам нужно море, вам нужно солнышко. Дальше еще скажу, какие можно мероприятия делать дома. Питание, продумывать питание. Больше фруктов, овощей, зелени, чистое питание, органическое питание, натуральное питание. Можно устраивать разгрузочные дни, беречь желудочно-кишечный тракт, печень. В общем, хорошее питание, никакой вредности. Эмоции, поведенческая терапия, научиться, это возможно, по себе знаю, правильно бороться со стрессами. Эмоции, дарить самому, не надо ждать от кого-то, самому дарить себе положительные эмоции. Поведенческая терапия. Ну, и уже лечение я ставлю на седьмое место. Значит, моя мама на моих советах, на моих рекомендациях продержалась два года. В итоге, в те два года, когда она всё слушала, моя мама тогда была, вышла замуж за молодого интересного мужчину и так этим всем увлеклась, что практически у неё нигде не было псориаза. Все рекомендации, вот то, о чём я с вами говорю, она всё делала. И дальше простые, действенные советы дали ей в видео. Значит, вот этот мужчина, который за границей, имя сказать, не сказать, не буду говорить, он меня точно сейчас смотрит. привет, и он знает, что он один из двух, который всё соблюдает, и у него практически нету обострений, и иногда у него, по нём не скажешь, что у него есть псориаза. У него не была прям-прям тяжёлая форма, но колени, локти, голова, за ушами дело было. Есть, но у него сейчас нету сыпи. Дальше. Что интересно про этого моего знакомого? Он радикально изменил жизнь для того, чтобы быть здоровым. Он даже поменял спутницу жизни, которая делала ему стрессы и, как он говорил, нервы. он сейчас живёт на, я думаю, это могу информацию сказать, на берегу моря. У него официальный брак. Женщина из очень бедной семьи, моложе него, живут они без детей. он поменял бизнес оставил всё и живёт уже наслаждаясь. Он не в таком возрасте взрослом, зрелом, он 50+, но поменяв полностью образ жизни, у него всё нормализовалось, но лечение он, конечно, делает. Простая жизнь, простая еда. Значит, дальше лечение. Методик множество. Вы столько, кто заболел, столкнётесь с разными методиками. Кто болеет, уже сразу подтвердите мои слова. Родственники тоже иногда советуют любящие близкие, любящие родственники советуют кучу методик. Методик много. От очень насыщенных, токсических, сильнодействующих лекарств назначается до более лёгких. Я не буду рассказывать все методики, даже физически бы не смогла. Посмотрим в конце, сколько это видео выйдет. Но, как я уже сказала, любое лечение мы с вами подбираем индивидуально. И я учитывала, когда назначала лечение кому-то, кому давала какие-то рекомендации, учитывать обязательно сопутствующие факторы, где человек работает, какую жизнь ведёт, наследственность, было, не было, телосложения, хронические заболевания, то есть много-много что нужно учитывать. У меня были и такие люди, которые обращались с тяжелейшей формой, вот эта форма, которая ладошки и ступни. Вот тут нужно очень серьёзное лечение и в виде таблеток, и в виде мази, и иногда и капельницы, ну и уже все неперечисленные факторы выше. Значит, я стараюсь предлагать лечение менее токсичное, менее тяжёлое, и если своевременно, грамотно браться за устранение обострения, в процесс обострения, у меня один, кстати, случай был у одной девочки, очень большой стресс у неё был в жизни, да, у неё вообще один год был ужасный год, и у неё начался псориаз, но быстро спохватились, это знакомая была моя, мы очень быстро за всё взялись, и у неё вот уже два года, пока ничего, ничего не произошло плохого, то есть нам нужно добиться в лечении, держать под контролем псориаз, чтобы он не прогрессировал, не обсыпал сильно, и не было чтобы обострений, так можно сказать. Значит, первое, кому пойти к хорошему дерматовиногенерологу и хорошо анамнез собрать, чтобы был мудро, индивидуально подобрана терапия. Значит, на первом месте я ставлю мази, вообще, тут идёт комплекс мероприятий, комплекс лечебных мер, на первом месте мази, гормональные и негормональные. Значит, понятно, что гормональные будут эффективнее, будут лучше работать, быстрее убирать это всё, снимать зуд, вот эти все неприятные ощущения, но они будут гормональные, без них, к сожалению, в обострении не обойтись. Что это за мази? Чаще, которые всем подходят, я уже говорю на проверенных пациентах моих, с кем я близко, тесно работала, и на пациентах аптеки, когда приходят уже люди и спрашивают, они знают, что им помогает. Значит, которые чаще всего мази помогают, гидрокортизон, оксикорд, фторокорд, бетаметазон, целестодерм, адвантан, флуцинар, синафлан, флуциналон. Эти мази по цене разные, от доллара и до ста могут быть, но вот эти, что я перечисляю, это недорогие мази, где-то от одного максимум до нету калькулятора считать, максимум до 20 долларов, плюс негормональные мази, то есть увидели, что хорошо проходит, 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 уже почти ничего не осталось, долечиваемся негормональными мазями, на основе чего? Ихтиоловая, солидоловая, диктярная мазь, травяная, цинковая, солицилово-цинковая, иногда такие мази готовят в отделах, где готовят лекарства. мази, когда вот идёт обострение сильно, шелушение, зуды, растрескивание, тут ещё хороший совет, вот в эти все мази и в гормональные, и в негормональные местно добавить аевит, витамин А и Е, или он в капсулах идёт, или же он идёт в капельках, и добавлять, взяли немножечко мази, туда выдавили, капельку капнули, или выдавили, или капнули того маслица, того, плюс витамин Д сюда, кстати, и нанесли на вот эти вот участки. Очень хороший эффект, в два раза быстрее всё, чем без использования витаминов. Значит, постоянно смягчать кожу, чтобы не было сухости, стягивания, растрескивания. С мочевиной, кремановодной основе. Хотя, я рекомендую чаще кремановодной основе, но вот моя мама, одна, можно сказать, из десяти, она наоборот любила очень жирную мазь, типа вот как раньше детский крем лисичка был на постсоветском пространстве. То есть, некоторым, вот один из десяти человек, наоборот, хотят на жирной основе. Так, чем пользоваться? Больше, если вы привыкшие пользоваться кремами, маслами, чем-то, в общем, детское, что-то было детское, поменьше всяких отдушек, каких-то раздражителей, чего-то такого. Значит, если сильный зуд, хорошо, перед мазью, нанести настойки трав, спиртовые настойки трав, спиртовая настойка шишек, очень хорошо. И уже потом, после этого, нанести мазь. Значит, шампунь для волос. У кого псориаз, стараться все равно использовать шампуни, хоть периодически, с кортикостероидами, с противогрибковыми компонентами, с дегтем, с чагой и их периодически чередовать. Вот этими шампунями можно мыть эти участки тела, где есть псориаз. И что хочу сказать еще. Не нужно зациклиться на одной мази и пользоваться только ней. Утром вы можете одной попользоваться, на ночь другой. И так где-то неделька, две, до месяца дальше изменить, чередовать. Тогда очень хороший эффект. И не полениться добавлять туда вот витамины, которые я сказала А, Е и Д. Медикаменты. Это уже более тяжелые формы. Люди используют их. Или же у кого-то вот всегда было все хорошо. Вот сейчас смазь не помогает, помогает и не помогает. Значит, они усилят эффект и улучшат состояние. Кто-то скажет, там же побочные эффекты. Советую посмотреть видео про побочные эффекты. Я его кину здесь в ссылке после слова еще где-то три точки будут в описании моего видео. Еще написано и три точки. И там ниже будет ссылка на это видео. Иногда до побочек даже не доходит. Вы пролечились там пару дней, до недели, иногда две недели, но при тяжелых случаях иногда и до месяца доходит. И может никакого побочного эффекта даже не быть. Значит, что используется из лекарств? Это антикистаминные препараты, которые мы часто используем при аллергиях. Какие больные чаще выбирают? Препарат Никсар, диазолин, супрастин, клемастин. Но те, кто за рулем, смотрите инструкции. И вообще читайте инструкции на все, что вы применяете. Значит, глюкокортикостероиды, кенолог, берлитион, иногда обезболивающие, потому что бывают сильные боли, противовоспалительные препараты, потому что в хронических случаях, когда люди болеют очень долго, то у кого 20-30 лет, у них очень часто поражаются суставы и очень не болят ноги, руки. И вот в таких случаях эти препараты используются. И витамины и минералы должны быть постоянно в вашем рационе. делайте месяц перерыв, максимум два в год постоянно, постоянно чередовать. Информация про витамины и минералы у меня тоже есть здесь в моем ютюбе, так что заходите и смотрите. Значит, препараты, сорбенты применяются, гепатопротекторы, потому что очень часто нужно очищать свой желудочно-кишечный тракт и хорошо чувствуют себя, когда применяют такие препараты, даже тот же уголь активированный, у кого нету склонности к запорам. Препараты типа лактофильтру, энтеросгель очень хорошо. И уже гепатопротекторы. Можно пить травы. Вообще с травами нужно дружить тем, кто болеет псориазом. Тут травы идут и как чаи, и как лекарства, и наружно мыться, купаться, настойки. В общем, много-много трав. Иммунодепрессанты, иммуномодуляторы. Также используются деготь, березы, ивы, сосны, можжевельника, скипидар. Значит, единого эффективного метода нету для всех форм псориаза. Все зависит от особенностей человека, от особенностей его нервной системы, иммунная система, образ жизни, только просто много-много всего. Значит, про травы сказала. Травы пить, ванны, компрессы, растирки, из трав разные применять, чередовать тоже. Кроме обычных, череда, зверобой, ромашка, шалфей хорошо, успокаивает, снимает зуд. Чистотел, алое, алое моя мама прям натирала иногда, чтобы смягчить эти псориатические высыпания. Девесил очень хорошо, хвоя, шишки. Моя мама заваривала ванны. Этот мужчина тоже, который избавился, заваривал ведрами травы и делал с ними ванны. Очень хорошо лист ореха заваривать, но моей маме это очень хорошо помогало, но она ванну, конечно, себе испортила и пришлось тяжело ее исправить, а потом только летом могла обливание делать листьями ореха. Значит, что еще? Психотерапевтическая помощь. Неплохо, если есть возможность обращаться к психотерапевтам. Почему? Во-первых, многие себя чувствуют ущербными, так сказать, стесняются этого заболевания и очень сильно страдает нервная система и психическое состояние человека. Очень хорошо психотерапевты опытные, хорошие могут в этом помочь. Или же даже через интернет что-то слушать, хотя бы если у кого нет денег. Массаж, расслабляющий массаж, успокаивающий массаж, который улучшит кровообращение. Бляшки не задействуются, но вокруг делается массаж и лучше общий массаж по 2 часа массаж, хотя бы курс в год, хотя бы 2 сеанса, хотя бы по 15 дней, чтобы вы делали. Это, во-первых, очистит даже клеточки от токсинов. В общем, состояние от всего, что я говорю, оно реально улучшается. Уже говорила, что учитывать заболевания, кто где работает. водные процедуры вы должны полюбить. Это должно стать вашим вообще хобби. Трудно назвать, наверное, те, кто болеет псориазом, уже ненавидят иногда все это, потому что это время, это нужно не лениться, не лениться и берешь себя. И очень хорошо иметь кварцевую лампу. Кварц. это спасение очень даже тяжелых случаев псориаза. У моей мамы была такая кварцевая лампа. Инструкцию использовать, дозировано это все делать, но это очень хорошее подспорье в лечении этой беды. Значит, помещение, там, где вы живете, там, где вы бываете, влажность должна быть 50-55%, никакого сухого воздуха, никакого конденционера. Почему? Вам нельзя движение воздуха, пересыхание, потому что кожа быстро реагирует на это, тем более кожа тех, у кого псориаз, и расшелушивание происходит, растрескивание происходит. Поэтому там, где вы живете, никаких конденционеров не должно быть, но должно быть прохладно и влажно. Температура должна быть ваша 20-22 градуса. Далее, что делать, как вот в том случае, что с девочкой я раньше рассказала, если у вас только появился псориаз, обратить быстро внимание на иммунную систему, на нервную систему, витамина лечения, даже сделать уколы. Какие витамины особо нужны тем, кто болеет псориазом или кто только заболел или у кого есть наследственности угроза заболеть. Калий, витамин А, Е, Д, витамины группы В, АТФ, комплекс, цинк, витамин С и рыбий жир. Вот это обязательно раз в год должны быть вот эти комплексы и уже в вариациях с другими. Мази от простого к сложному, то есть если вы только заметили что-то как-то, можете попробовать взять мази с цинком, с дегтем, салициловая мазь, если видите, что не идет, но не работает, уже берете мази флуциналон, синофлан от простого к сложному. Дальше Диета У вас должна быть диета как у деток с диатезом, как у человека с аллергией. Нет цитрусы, нет клубника, нет кукуруза, бананы, помидоры, кофе, шоколад, мед, грибы, алкоголь и курение. Мясо это диетические сорта, нежирные, молочка, да, молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, каши, питание, как я сказала, уже дерматитных деток, у кого диатезы, минеральная водичка, чаи, соки, пить много жидкостей, много воды, и уже, как говорила, море, курорты, санатории, для тех, кто столкнулся с этим, спорт, фитнес, плавание, прогулки у воды, лес, высыпаться, правильно выбирать работу, в работе, на месте рабочем вашем не должно быть высоких температур, ни сухости, ни особо превышения влажности, норма, травм, антихимия, это не ваше место работы, стрессы меньше, аллергены снять со всем, и правильные средства по уходу, это если вот у вас, как я про ту девочку вам рассказала, только вот возникло детские крема, детские шампуни, лечебные шампуни с салициловой кислотой, мочевиной, ихтиол, цинк, плюс кетоконазол, внутрь принимать, и снаружи мазать эти высыпания маслами, льняное, оливковое, репейное, кокосовое, облепиховое, масло, чайного дерева, правильное диетическое питание, сбалансировано по сезонам, по потребностям, загорать кварц, умеренное, правильное поведение, и вы будете себя хорошо, прекрасно чувствовать и очень хорошо выглядеть, и надо даже сами не будете замечать, что у вас есть псориаз, профилактика, стрессов, психических, физических, как я вначале говорила, поведенческая терапия, положительные эмоции, иммунитет, борьба со стрептококками, стафилококками, грибками и инфекциями, чем позже вы заболели, чем более позднее в зрелом возрасте, тем меньше последствий будет, а тяжелые последствия, если какие могут быть, то это могут быть псориатический артрит, проблемы с мышцами, костями, заболевания печени, заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые, то есть у каждого по-разному заболевания почек, печени, у кого где слабое место, поэтому, зная себя, зная хорошо свой организм, укреплять слабые места. Что говорят люди с псориазом чаще всего? Мои знакомые страдали от того, но я ведь считаю это страданием, нельзя наколки делать, оно, во-первых, провоцирует псориаз, во-вторых, куда там наколки, и так уже много зон нарисованных, так сказать. Людям становится неприятно, когда людям, которые рядом, касаясь к этим бляшкам, к твоей руке, где псориаз, иногда вздрагивают, им становится неприятно, это они заметили, это их как бы стресс дает испытывают дискомфорт сами и часто говорят у меня псориаз, это не заразно, передается по наследству, очень часто в знакомстве это первые их фразы. Как мы должны с вами здоровые, у кого нет псориаза, относиться к тем, у кого псориаз, как к обычному человеку. Не надо больше внимания, не надо меньше внимания, ну, это особенность кожи, как пигментное пятно у кого-то, как родинка. Этой бедой страдали многие знаменитости, один из них Джон Рокфеллер, старший, он даже создал фонд Нобелевской премии для того, кто вылечит эту беду. Но, к сожалению, этот фонд также и на месте, потому что не нашлось ни одного врача, ни одного ученого, кто бы предложил эффективное лечение полностью вылечить псориаз. К сожалению, сегодня очень много у человечества технологий, лекарств, возможностей, идей, но, увы, увы, мы говорим до сих пор о псориазе. Форм, я вам сказала, много. Мы на них не зацикливались, но каждая форма лечится похожими методами. Всё, что я вам сказала выше, это всё для лечения всех форм псориаза. И главное, оптимизм, оптимизм, уверенность в улучшении своего состояния. Не надо делать ракикамедии из-за того, что вы болеете. Хорошее настроение, а это самый лучший фон для работы гормональной системы, иммунной системы и вашей нервной системы. будет у вас нормальное понимание того, что с вами происходит, правильный настрой, всё будет прекрасно и очень даже хорошо. И вот сейчас мне пришло на ум, даже это не писала, вспомнила, где-то я видела, был какой-то проект «Проживи день с псориазом». Там рассказывалось людям, набирали людей и говорили, что псориаз это кожное заболевание, что оно не передаётся от человеку к человеку. Псориаз многие видели редко и видят редко, кто случайно забредёт, посмотрит гость это видео, потому что люди его прячут и чаще мы его увидим летом, но вот в том проекте предлагалось здоровым людям наклеить на тело очень похожие, ничем не отличимые наклейки по псориазу с псориатическими этими бляшками. И вот один день так походить. И те люди, которые столкнулись с этим, с отношением окружающих, со своим самочувствием, один день были в шоке. и мир, то, что я столкнулась в интернете, все говорят, что это обычно люди одинокие, одиночки, от них все шарахаются, таким людям невозможно построить семью, жить с кем-то в паре, но я с теми, с кем я столкнулась и мои знакомые, я не знаю пациенты аптеки, не спросишь у всех мы в браке, не в браке, один, как, что, но все мои пациенты, знакомые, друзья, они все в браке, многие очень счастливы в браке, то есть кроме дискомфорта с заболеванием другими проблемами они не сталкивались, значит, люди очень мало знают про псориаз, и я надеюсь, что это видео будет полезно даже тем, кто любит человека, больного псориазом, и кто рядом может ему помочь, поэтому даже вот если сказать вам пример моей мамы, моя мама 37 лет прожила в браке, у нее это был очень интересный человек, много было успехов у нее в работе, ее очень любили в коллективах, она таким энергайзером была, очень деятельная дама, очень интересная выступала и на сцене, и в общем, мама не была, в конце она уже наверное под старость была одинокая пару лет, но в основном у нее всегда была компашка, и она ездила на море, отдыхала, все, как я уже рассказывала, соблюдала то, что я ей советовала, сама была медработником, то, в общем, скажу вам на заключение, что с этим можно жить, главное, уже заговариваюсь, долго говорю, 40 минут уже, сейчас, главное выбрать правильную тактику борьбы, правильно бороться с врагом, с вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Продолжение следует...